Тверская область в первом полугодии текущего года сохранила тенденцию роста доходов региональной казны. Вопросы, связанные с исполнением областного бюджета за шесть месяцев 2020-го, были рассмотрены на очередном заседании правительства Тверской области. Губернатором Игорем Рудени, а также экспертами было отмечено, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, тенденцию по поступлению доходов в бюджет можно оценить положительно. Главные задачи, которые стоят перед финансовым сектором региона, обеспечение стабильности финансово-бюджетной системы, исполнение всех социальных обязательств, национальных проектов и инфраструктурных программ. С этого заявления, открывая очередное заседание областного правительства, начал свою речь губернатор Тверской области Игорь Руденя. Судя по показателям первых шести месяцев этого года, пока с поставленными задачами финансисты и экономисты Верхнего уже справляются успешно. Так, за минувшее полугодие в регионе сохранилась тенденция по увеличению доходов областного бюджета. В казну поступило 34 миллиарда 109 миллионов рублей, что более чем на 15% превышает показатели аналогичного периода 2019-го. Важно отметить, что подобных показателей удалось достичь в условиях пандемии, подчеркнул Игорь Руденя. Во многом случилось это благодаря серьезной поддержке со стороны федеральных властей. Были получены достаточные средства, это более 6 миллиардов рублей, если говорить вообще про все трансферы, это более 10 миллиардов рублей, которые нам позволили стабильно пройти этот период и не парализовать работу экономики и не остановить работу ключевых предприятий. Также очень важно сказать, что бизнес, общественные организации принимали активное участие в сохранении экономической устойчивости и стабильности нашего региона. И при этом мы видим, что налоговые отчисления для нас не являются приоритетными, но это индикатор успешности и устойчивости работы экономики. Примечательно, что по темпам роста налоговых и неналоговых доходов Тверская область заняла второе место в Центральном федеральном округе. Их объем составил почти 24,5 миллиарда рублей. Впрочем, нельзя не отметить, что выросли и расходы. За первое полугодие они составили почти 30 миллиардов рублей. Однако на то есть веские причины. В регионе шла активная работа по строительству учреждений здравоохранения и образования, спорта и культуры, объектов газификации, переселению граждан из аварийного жилья, ремонту дорог, благоустройству городов. По традиции отдельная строка расходов — реализация национальных проектов. На эти цели за первые полгода в Тверской области было выделено более 3 миллиардов рублей. Как отметил директор департамента Министерства финансов Российской Федерации Николай Бекчин, к примеру, показатели исполнения по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у Тверской области выше, чем в целом по стране. Уровень контрактации в целом составляет больше 90% по этому проекту. Соответственно, при условии своевременного исполнения всех обязательств подрядчиками, мы ожидаем, что по этому проекту проблем до конца года быть не должно. Однако подобное можно сказать далеко не про все проекты. Так, по данным департамента Министерства финансов, ускорение темпов реализации требуют проекты, связанные с образованием, переслением из аварийного жилья, формированием комфортной городской среды. Тем не менее, в целом эксперты, присутствовавшие на заседании областного Кабмина, сошлись во мнении, что на сегодняшний день тенденции в бюджетной политике региона носят положительный характер. И чтобы они сохранились во втором полугодии, работа должна вестись не менее серьезная. Очень важно не упускать те возможности, которые при этом возникают. Прежде всего, мы должны всю нормативную документацию и, соответственно, контрактную документацию подготовить, для того, чтобы получить все возможные выплаты, все возможные субсидии из федерального бюджета. Это чрезвычайно важно, потому что любая помощь – это шаг вперед. Обязательным образом, конечно же, мы должны поднять на более высокий уровень исполнительную дисциплину с подрядчиками и заключить с ними действительно контракты на все имеющиеся проекты. От вопросов, касающихся исполнения бюджета, повестка дня плавно перешла к социальным темам. Так, к действующим мерам поддержки жителей Тверской области по инициативе регионального правительства добавляется еще одна. В грядущем учебном году многодетные семьи Верхней Волжья будут обеспечены учебной формой. Как отметил Игорь Орудень, этот шаг является логичным продолжением работы по поддержке родителей региона. 19,5 тысяч детей из многодетных семей, участников программы. Форма будет предоставляться детям, которые учатся с 1 по 5 класс включительно. И мы сделали определенный период, около месяца, на обмен неиспользованной школьной формы, если ребенок, например, вырос или, может быть, ошиблись в размере. Поэтому все это будет сделано на безвозмездной основе. Известно, что комплект школьной формы будет включать в себя пиджак, брюки и сорочку для мальчиков, сарафан для девочек, а также галстук и значок герб Тверской области. Для получения комплекта школьной формы родители должны проживать на территории Тверской области. Ребенок поступил или был переведен в 1-5 классы общеобразовательной организации, находящейся в Тверском регионе. Семья имеет статус многодетный по состоянию на период с 1 января по 30 сентября текущего года. Продолжение следует...